привет друзья меня зовут елена на своем канале я рассказываю все все о петербурге рассказываю о работе о недвижимости о вакансиях о собеседованиях о что еще вообще во всем о медицине о регистрации о зарплатах о том с чем вы можете столкнуться когда вы сюда переедете поэтому друзья мои подпишись обязательно поставь лайкосик можно задавать свои вопросы и значит мы с вами продолжаем сегодня я отвечу на вопрос по поводу регистрации в петербурге значит так вот такой вопрос а как насчет регистрации и требуют ли работодатели чтобы была регистрация отказываю значит ну насколько я знаю что мы все можем прибывать граждане россии три месяца без регистрации насколько я знаю ничего не изменилось если что-то изменилось можете меня поправить хорошо дальше идем где можно сделать регистрацию первое естественно самый клевый был бы момент нет но первый момент это идеальный когда вы купили квартиру и зарегистрировались это понятно второй момент допустим когда вы снимаете жилье если вы снимаете жилье надо посмотреть на вашего кто хозяина который вам сдает жилье есть хозяева которые готовы зарегистрировать вас на этой жилплощади временно допустим на год на полгода на три месяца это конечно редкость серьезно говоря редкость не понимаю конечно ну наверно просто не хотят связываться с этим заморачиваться дальше есть офисы это следующий момент есть офисы где делают временную регистрацию мы с вами на прошлом канале даже на моем ездили в один из таких офисов если у меня получится когда у нас уже все завершится это будет нормально и мы сможем опять этот путь проделать я вам покажу потому что на этом канале еще не было видео такого регистрации подробного есть офисы у них есть сайты кстати у этих фирм где можно онлайн подать заявку просто регистрация спб и если это время они дают в основном временную регистрацию но хотя там не только временная регистрация там есть значит регистрации постоянные и временные и они спрашивают для чего там для работы для садика для школы куда еще не спрашивают военкомат и они вам дают вот эту регистрацию друзья мои цена регистрации насколько я знаю вот на сегодняшний день было 1000 рублей где-то полторы тысячи рублей причем там знаете как было интересно что они вам могут эту регистрацию ты онлайн подаешь заявку а плать нет даже не оплачиваешь онлайн подаешь заявку например онлайн и можешь или сам приехать по адресу офис забрать они говорят на следующий день практически на готовы на следующий или через день как-то очень быстро ты сам приезжаешь по адресу тебе дают такую справочку что вы там зарегистрированы там-то там-то на такое-то время на ход например вы сами указываете насколько хочу быть зарегистрирован там по моему зависимости от времени насколько вы хотите и естественно оплата увеличивается и тут же вам справку далее вы посмотрели и отдали денежку то есть все никто не обманывает но это не на улице это в офисе есть офисы с адресами конкретными или можете допустим вы не можете приехать в офис вы онлайн заполняете заявочку вы онлайн заполняете заявочку и там указываете доставка курьером и курьер 500 рублей друзья мои ну смотря куда если домой 500 рублей если домой 500 рублей если на работу куда она станции метро или можно на работу или домой это 500 рублей было так не знаю если до станции метро то 300 рублей по-моему там возле какой-то станции метро доставочка так что друзья мои вот такая еще есть регистрация дальше требуют ли работодатели вы меня спрашиваете по-разному по-разному смотря какая работа если вы устраиваетесь официально то практически всегда требует потому что они же вам официально зарплату они требуют там что паспорт снилс в некоторых организациях и н.н.н. требует затем вот эту регистрацию потому что они должны все это у себя будут по бухгалтерии указывать требуем если вы не официально устраиваетесь или просто по договору там как-то то не всегда работодатели требуют я вам скажу а главное что у вас есть прописка какая-то ну как какая-то в российской федерации у вас есть прописка вот это плюс конечно вот или спрашиваю вы говорите что вы готовы сделать эту регистрацию то есть если работодатель потребует вы говорите да я сделала регистрацию хорошо то есть вот так знаете как и потом начинаете работать он может вас и не спросить потом за эту регистрацию это первое его если регистрация знаете такое вы говорите да я сделаю обязательно сделаю то есть возможно же сделать если уж требует а бывает что особо и не требует то есть смотря как и где вы будете работать на неофициальных работах ну как то так более лояльно хотя если вы сразу скажете что у меня есть регистрация конечно это его порадует он более знаете так спокойнее отнесется и возьмет вас на работу так что друзья мои школу кстати да про школу про садик требует скорее всего регистрацию вот я знаю мне знакомые которые устраивались у них регистрацию требовали например даже для того что например если выпускные классы у вас может ли экзамена требуется указать где петербурге ребенок зарегистрирован или просто потому что школы и садики требуют эту регистрацию понимаете поэтому друзья мои вот так обстоят дела так что все нормально все решаемо все как говорится в рамках все можно решить так все спасибо что досмотрели поставьте лайк у сик спасибо что смотрите спасибо за комментарии читаю вас всех обнимашки словашки каждому по приветику из петербурга все мои дорогонечки так подпишись кто не подписался обязательно а то потеряемся а я что-нибудь интересненько расскажу все мои дорогой хорошего настроения вам пока 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 пока